Итак, 1 апреля истек срок уплаты физлицами налога на транспортные средства за прошлый год. С тех, кто этого не сделал, будут взыскивать долг в принудительном порядке. В соответствии с законодательством судоисполнители имеют право на арест банковских счетов и имуществ. Также при сумме задолженности от 40-месячных расчетных показателей может быть наложен запрет на выезд из страны. В то же время в обществе активно обсуждается вопрос о целесообразности транспортного налога. Еще в прошлом году при старом правительстве в Миннацэкономике предложили его упразднить, оставив лишь для владельцев автомобилей с повышенным объемом двигателя. Но затем вопрос внезапно сняли с повестки. И вот в начале прошлого месяца в правительстве уже новом снова заговорили о возможном реформировании транспортного налога. На сей раз речь идет о возможных изменениях в налоговых ставках. В частности, предлагается взимать за старые авто меньшую сумму, чем за новые. А дорогостоящий транспорт и вовсе облагать налогом на роскошь. Какие еще новшества предлагаются? Зачем они нужны и нужен ли вообще транспортный налог? Будем разбираться. Присоединяйтесь к нашей дискуссии. И вы, уважаемые телезрители, сделать это просто, написав нам на WhatsApp или же дозвонившись к нам в прямой эфир. Номера телефонов вы сейчас видите у себя на экране. А еще можно проголосовать. Наведите ваш смартфон на QR-код в левом нижнем углу и пройдите по ссылке. Предлагаю вам ответить на вопрос, какой, по вашему мнению, оптимальный транспортный налог должен быть в Казахстане. Голосуйте, комментируйте и задавайте ваши вопросы. Ну а я представляю наших сегодняшних гостей. У нас в студии Мурат Ергишбаев, депутат Мажелеса парламента Казахстана. Берик Абушев, заместитель руководителя управления администрирования непроизводственных платежей комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. Думан Жемпиисов, эксперт-юрист. И Артур Мискарян, генеральный директор агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка. Вам всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. С нами также из Алматы по Азуму будет Айдар Масадбаев, налоговый эксперт. Айдар, добрый вечер. Как слышите? Всех приветствую. Картинка хорошая, отлично хорошо. Ну, мы вас тоже отлично слышим и видим. Спасибо, что присоединились. Ну, смотрите, господа эксперты. В последние годы очень часто, да, вот эта тема муссируется с налогом на транспорт. Так, вот вопрос такой, самый простой. Что с ним не так? Почему мы постоянно возвращаемся и возвращаемся к теме того, что нужно упразднить, его нужно как-то изменить, его нужно доработать? То есть, кто пояснит? Знаете, ну, наверное, ключевая проблема на сегодняшний день с транспортным налогом, она касается, собственно, администрирования этого налога, а именно собираемости. Почему? Потому что, ну, насколько я знаю, по последним данным у нас сейчас недоимка по транспортному налогу составляет примерно 15-16 миллиардов тенге, если я ошибаюсь, возможно, кто-то из наших сегодняшних собеседников меня поправит. И, собственно говоря, именно по этой причине в прошлом году и возникали обсуждения вокруг того, чтобы как таковую вот самостоятельную фискальную единицу, там, как транспортный налог упразднить и включить его, собственно, в стоимость топлива. Это, с одной стороны, решает вопрос с точки зрения администрирования, да, но, с другой стороны, безусловно, это окажет влияние на стоимость топлива. В этом плане, конечно, уполномоченным органам необходимо очень четко взвесить все за и против. Почему? Потому что, ну, на сегодняшний день, насколько я знаю, в случае принятия такого решения пока нет конкретных расчетов относительно того, насколько будет скорректирована стоимость на топливо. Ну, давайте, коль уж мы заговорили про цифры, как раз на них и взглянем. По данным Комитета госдоходов, в целом по республике, по состоянию на 28 февраля этого года количество физических лиц, задолжавших государство по налогу на имущество и транспортные средства, превысило 539 тысяч человек. Общая сумма их долга составила 16 миллиардов 300 миллионов тенге. Основная сумма задолженности приходится на налог на транспорт – почти 15 миллиардов тенге. Наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств, приходится на город Алматы. 26 тысяч человек задолжали 3,5 миллиарда тенге. Следом идут Алматинская область и Астана. Ну, вот у меня сразу к берегу, наверное, вопрос. Почему такая плохая собираемость налога? То есть, вроде бы, все инструменты есть у нас для этого, а вот и сумма почти шестая часть. То есть, недособрана. Действительно, ежегодно налоговая возрастность растет. Сейчас сумма у нас уже на 14 миллиардов уже мы ее спустили. То есть, она была выше, да? Да, она была выше. Ну, сейчас опять же, наверное, получим цифры за этот год, после 1 апреля, кто заплатил, кто не заплатил. Может быть, сумма опять увеличится? Или уже есть данные? Ну, пока данных нет, потому что срок наступил только вчера. Ну, да. Да, еще подсчета еще не было. Это буквально 2-3 дня займет. Действительно, мы с этой недоимкой боремся. У нас все, которые мы методы предусматриваем. И в суд подаете, и частных судебных исполнителей привлекаете, и счета арестовываете, и можете даже транспортное средство поставить на автостоянку, штрафстоянку. То есть, и все равно, вот миллиарды мы недополучаем. Ну, все-таки, в первую очередь, у граждан не хватает финансовых средств. То есть, машина есть, а финансов нет? Да. В первую очередь, вот это проблема. Здесь еще. Нет мониторинга, нет конкретной цифры по автотранспорту, потому что я до этой передачи спрашивал, сколько населенных в пунктах процентов, сколько в городах. Поэтому начисляются налоги даже на тот транспорт, на который его уже нету. Он уже давно списан или стоит в хламе где-то. Поэтому в этом вопросе. И еще один большой момент здесь, это налог на транспорт собирают местные исполнительные органы. То есть, в аульных округах, районах, городах собирают местные исполнительные органы. Там налоговые инспекторы есть. Поэтому здесь никаких других рычагов, кроме как идти, требует просить и дальше в нем. Здесь надо просто... Ну, как рычагов нету. Я же говорю, здесь и суд подают, и счета арестовывают, и транспортные средства водворяют на штрафстоянку. Рычагов очень много, по сути. Вот, недоим, как говорят, около 15 миллиардов. 14 миллиардов, да. Вот из этих 14 миллиардов надо определить, сколько было взыскано судом. То есть, выставлено счета, и сколько было взыскано. И вот тогда уже мы поймем, действительно, работает эта система или не работает. А вообще, насчет того, что увеличить акцизы на топливо, это, ну, это я помню, как-то при правительстве... А, при министре Куантырова, этот вопрос поднимался, и он сейчас... Ну, в прошлом правительстве, да. В прошлом правительстве. Сейчас он, как бы, ну, не бытие стоит, и я, как понимаю, рабочая группа Министерства нациоэкономики, сейчас этот вопрос не рассматривается, как бы, по увеличению или смене его на акцизы. И самое главное, если это произойдет вдруг, конечно, тогда уже будет сразу, понятно, побочные эффекты. Это сразу удорожание идет. Удорожание, опять инфляция пойдет. Ну, как удорожание, это замен же нашего, грубо говоря, транспортного налога, который мы платим раз в год, будет принесено на топливо, например. На топливо. И вот теперь, у нас же как, соответственно, как это уже, если будет вводиться норма, сразу моментально будет идти удорожание любого товара. То есть транспортники будут говорить, бензин дорогой. Во-вторых, у нас есть социальная категория граждан. Это участники Великой Отечественной, приравненные к ним люди, работники, государственные учреждения, больницы, скорая помощь и так далее. Ведите транспортные карты, в чем проблема? Которые будут со скидкой покупать топливо. Ну, понимаете, здесь опять-таки, как бы, здесь простая задача, просто взять и, как бы, налоговая инспекция должна работать. У нас как раз с комитетом госдоходов есть вопросы от телезрителя. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, откуда вы, кто вы и какой вопрос именно? Я с Алматы здесь, Туршевский район. Мне налог пришел 23 тысячи. У меня форт-транзит 23-го года, 83-го года. Он живой старый, я раньше 12 800 платил. То есть, в прошлом году 12 800, в этом уже 23? Да. Он что, с долотой меня, что ли, или что? Пеня штрафы. Ну, а у вас это только налог или, может быть, пеня, штрафы какая? Нет, вот налог пришел, это извещение. Задолженность по налогам. Хорошо, мы вас поняли. Берик, можете прокомментировать? Нет, ну, если бы было в прошлом году. То есть, насколько я знаю, подорожал только МРП на 7%. Да, было только возражение МРП и все. Ну, действительно, в этом случае нужно разобраться, посмотреть. Куда им нужно? В налоговый комитет? В налоговый комитет надо обратиться, в управление госдоходов. С этой проблемой. То есть, опускай объяснят, почему. Не пусть я посмотрю. С 12 почти в два раза дорожание произошло. Такого на самом деле не может быть. Действительно, надо посмотреть причину. Ну, а какие могут быть объективные причины? То есть, это штрафы какие-то? Нет, ну, важно. То есть, транспортный налог и транспортный налог. Пене, оно же высечивается по отдельному? Пене, да. Отдельно она идет, если не дуем, когда. Возможно, там было за прошлые годы. Где-то не учитывался. Нет, у него и налоговая сумма выходит всегда. Когда выходят штрафы, оплатители налоги, идет и углая сумма. А чтобы там внутри разобраться, уже необходимо идти в налоговую. Еще здесь очень много моментов. Квитанции нет. Например, я сам. У меня был транспорт до, дай бог памяти, до 98-го года. И буквально вот 5 лет назад просто, приходила мне справка о налоге, что я должен оплатить этот налог. Хотя эта машина была продана. Представляете? То есть, вот эта база, клиентскую базу, надо опять обновлять, опять работать по ней надо. И очищаться надо. Поэтому вот не зря я спрашиваю, из 15 миллиардов, сколько было взыскано? На следующий год у вас эти 15 миллиардов так и останутся, вы их не взыщите. Потому что, действительно, у кого-то нет. У него, например, из лично начисленного заявить, только что по телефону обращается человек. У него может быть из лично начисленное. Мы же не знаем. Точно такая же проблема, если налогу по имуществу. Точно такая же проблема. Ну, давайте не будем уже развиваться. Сведения нам представляют оболномоченные госорганы. Да, мы по ним следим. Понятно. Смотрите, давайте включим к нашему разговору Айдара. Айдар, вот смотрите, да, мы сейчас обсуждали тоже налог на транспортные средства. И вот эта вот инициатива, которая должна была, ну не должна была, а рассматривали, что включить стоимость налога в акциз. То есть, вот на мой взгляд, это более справедливая модель. То есть, если я не езжу, я плачу меньше. Если я езжу, я плачу больше. То есть, вы как считаете? Абсолютно в этом отношении согласен. В целом, этот налоговый платеж станет более социально справедливым, я считаю. Потому что, действительно, у нас, во-первых, многие вообще даже автомашины не пользуются, она у них просто стоит. Либо, вот как только что сейчас начали говорить о том, что машина была по факту продана, да, и как минимум это решит проблему, потому что так как он не платит за бензин, следовательно, он не платит налог на транспорт. Но собираемость, да, станет стопроцентная налога. То есть, это безусловно, да. Хочешь купить бензин, да, заплатить, соответственно, заплати на налоговый транспорт. Ну, будет автоматически. Более того, это будет взыск администрироваться именно продавцы топлива. А их немного. То есть, их тоже в этом отношении взыкаемость, конечно, повысится. Но я не могу проигнорировать очень правильный сигнал, который был подан депутатом Мужелиса, нашим пикером. Это неминуемо все наши транспорты. Казахстан, соответственно, ну, это, как бы, выхода к морю полноценного у нас нет. Ничего личного к Каспийскому морю. Но у нас все, в основном, наши расходы, они движутся на основании автомобильных перевозок. Реже это железнодорожные перевозки. Железнодорожные дорожки все есть вот этим вот коридором, большой шоковый путь, да, единый пояс китайский. Они у нас лимита не выдержаны. У нас сейчас автомобильный транспорт. Поэтому очень фундаментальную себестоимость вносит именно налог на транспорт. И если юридические лица, хозяйствующие субъекты будут, соответственно, платить больше, да, то неминуемо товары повысятся в цене. Потому что хотим мы, не хотим, но транспортные расходы существенно влияют на себестоимость продукции. И даже, смотрите, тогда получается, вот то, что предлагали при правительстве Куантерова, при министре, вернее, Куантерова, когда говорили о том, что с маленьким объемом нужно упразднить налог, а будут платить те больше, у которых объем будет больше. То есть вот здесь насколько-то справедливо? Я считаю, что вообще, честно говоря, лично мое мнение, полное освобождение кого-то, да, ну это как-то вот не совсем укладывается в понимание. То есть вы за то, чтобы транспортный налог остался как есть? Или все, да, хорошо. Вот он один раз в месяц поездил, пусть заплатит за это, хорошо. Где часто ездит, пусть платит, но полностью освобождать, ну я считаю, что это социально несправедливо тем, кто работает. Да, Думаю. Они не больше, они, наоборот, около 300 тысяч тенге будут платить. Но акции меньше сделать, в чем проблема? Да, и при этом также, вот возвращаясь к вопросу о проблематике, да, почему она является проблемной, тематика транспортного налога с учетом структуры нашей экономики и в целом для наших самозанятых граждан автомобиль является не средством роскоши, а способом зарабатывания денег. Исходя из этого, если мы увеличим нагрузку на самозанятое население, да, самостоятельно работающее население, в которых насчитывается более миллиона, полутора миллионов людей, то, соответственно, это очень тоже сильно ударит по их бюджету, во-первых, и во-вторых, да, посредством акцизов. И во-вторых, это, как депутат Мажелисис уже говорил, это по цепочке ударит по всей стоимости товаров, потому что это и транспорт, это средство не только передвижения, но и... Вот смотрите, знаете, как у нас говорят всегда вот транспортники, те, которые... Общественный транспорт, да, и когда речь заходит, что бензин подорожал, о, нужно поднимать сразу цену на проезд. Бензин подешевел, говорят, ну, а у нас там в тарифе-то оказывается там всего лишь 5-10% влияет на стоимость нашего тарифа, 5-10% остальное, там запчасти, вот, и все остальное. То есть вот все-таки как оно будет влиять тогда? Расчеты были также, что если вот существующий налог перевести на акциз, на топливо, то цена примерно вырастет на 14 тенге, разработчики писали. То есть если условно, да, на литр 200 тенге, она станет 214, я думаю, это существенное повышение, и с учетом ожидаемого именно уравнивания цен на нефтепродукты в рамках ЕС, я думаю, что плюс мы их догоним их цены, еще плюс, если энная сумма на акциз на топливо добавится, то я думаю, что это очень сильно ударит именно по социальной составляющей нашей страны. Ну, коль уж мы заговорили про то, что он должен выровняться в ЕС до 2027-го, как вы все узнал, этот, отложили, да, то есть рынок ЕС до 2027-го. Но это случится все равно, да. Но все равно он будет расти, то есть почему бы сейчас это не включить точно так же? Ну, выровняемся, да, мы с ними выровняемся, но уже цена будет заложена. И также вот хотелось бы проблематики именно налогового администрирования подтвердить тем, что, допустим, по итогам 2022 года за счет улучшения, только улучшения налогового и таможенного администрирования было собрано 3 триллиона тенге, а годом раньше, предыдущие, 2,2 триллиона. То есть за один год мы за счет только улучшения администрирования повысили собираемость налогов на более чем триллиона тенге. Поэтому если с учетом того, что это к тому, что если вся сумма налогов поступающего от налога на транспортные средства составляет около 90-100 миллиардов тенге, то мы можем даже к вопросу об упразднении этого налога в силу его малой суммы в целом в объеме всего бюджета, то если мы за счет администрирования собираем более триллиона тенге, и плюс если с учетом теневой экономики, если мы будем основные усилия направим там и будем уменьшать объем теневой экономики в стране, мы ежегодно не получаем доходы в бюджет около 3-4 триллиона тенге. То есть если говорить о таких суммах, то проблематика транспортного налога вообще выпадает в целом из повестки, я думаю. Ну то есть вы за то, чтобы вообще упразднить бюджет это никак не почувствуете? За то, чтобы рассматривать комплексно в целом эту проблематику, что говорит не только точно об повышении, переносе, но и рассматривать за счет улучшения других сфер. Если мы, допустим, если даже перенесем на акции знотоплива, то мы должны подумать о занятости тех граждан, которые занимаются в этой сфере, об их трудоустройстве, о улучшении администрирования, об уменьшении объема теневой экономики, если мы все эти вопросы комплексные решим системным образом, тогда я думаю, что на этом этапе мы сможем подойти к вопросу о полном упражнении транспортного налога в стране. Артур, как считаешь? Знаете, я бы хотел сказать, что, во-первых, очень интересные цифры сейчас были озвучены относительно того, каковы нынешние расходы владельцев автомобилей малолетражных с точки зрения транспортного налога и топлива, и как они могут измениться после предполагаемых, давайте поочеркнем, изменений относительно, опять же, малолетражных автомобилей, как было сказано, и автомобилей с большое объемными двигателями. Это, на самом деле, важный момент, и это в очередной раз говорит о том, что нужно... Ну, как раз транспортный налог, то есть, в 2004 год. Сергей, вот на самом деле очень здорово, что сейчас вот эти цифры вы вывели на экран. Я бы хотел сказать вот что. У нас на сегодняшний день, ну, по последним данным, парк транспортных средств казахстанский, это 5 миллионов примерно 350 тысяч транспортных средств, из которых легковых автомобилей 4 миллиона 700 с лишним. Ну, подавляющее число, получается, легковых. И, соответственно, примерно треть парка легковых автомобилей у нас приходится на технику, где объем двигателя от 1,5 до 2 литра. То есть на 3 МРП. Да, то есть это, по сути дела, основа налогооблагаемой базы, с позволения сказать, с точки зрения транспортного налога. И давайте обратим внимание вот на что. Автомобили с двигателем объемом 1,5 литра, это вот 7,5 тысяч тенге в год. Автомобили с объемом двигателя 2 литра, это у нас сейчас... 11,100. Смотрите, это примерно 20 тысяч. Почему? Потому что 11,100, это вот до 2 литров, скорее всего, этой таблицы. Да, поэтому ориентировочно 20 тысяч. Да, 2 литра, это ориентировочно 20 тысяч. Соответственно, здесь, знаете, можно попробовать сейчас прям привести такие расчеты. У нас в стране, как правило, среднегодовой пробег на один автомобиль, по нашим расчетам, 25 тысяч километров. При нынешнем, при нынешней стоимости топлива, если там берем 92-й бензин, а опять же, вот эта категория, это как раз 92-й бензин. Выходит так, что, ну опять тут важно сказать, если мы принимаем с вами в расчеты, средний расход топлива 9 литров на 100 километров. Ну, я думаю, что это справедливо. Давайте 10, чтобы быстрее посчитать. Ну, смотри. То есть, 25 тысяч мы делим на 10 километров. Грубо говоря, мы получаем среднегодовые расходы примерно на 400 тысяч тенге, на 25 тысяч километров по топливу, я имею в виду. Вот, соответственно, если мы переводим налог на транспорт в топливо, и если мы принимаем как данность расчеты Минэкономики относительно того, что на 14 тенге будет удорожание, ну давайте грубо, да, чтобы было 20 тенге, скажем, да, то таким образом у нас с 460 тысяч тенге в год расходы на топливо именно вот этой категории автомобилей вырастут на, ну, например, на 50 тысяч тенге. Соответственно, 25 тысяч километров, 500 тысяч тенге. Это расходы на топливо. Соответственно, мы с вами получаем, что удорожание составит примерно 50-60 тысяч тенге. Если мы в стоимость топлива внесем транспортный налог и саму единицу транспортного налога уберем, да, много это или мало, ну, на самом деле тоже... Но при этом 20 тысяч отнимать нужно, то есть по факту увеличение составит 30 тысяч тенге. Совершенно верно, да. Поэтому на самом деле очень важно... Но зато транзитные автомобили тоже будут пополнять бюджет. Безусловно, да. Средние 30 тысяч тенге это только при среднем пробеге 25 тысяч, но эта категория... Я меньше езжу. Знаете, опять же, я прошу прощения, что перебиваю. Вот на самом деле у нас в ходе сегодняшнего эфира пару раз прозвучал тезис о том, что изменения могут... Я не то, что сейчас там пытаюсь отстоять, да, те или иные изменения, я просто хочу вот что сказать. Когда мы говорим о том, что у нас 15 миллиардов задолженность по транспортному налогу, то я здесь смею предположить, что львиная доля задолженности приходится на физлица, не на юрлица, не на перевозчиков. Почему? Потому что если там речь идет о юридических лицах, то коллеги лучше меня объяснят последствия для юрлиц по неуплате налогов. Все те меры, которые предпримут в отношении юридических лиц, намного жестче будут сказываться. Смотрите, вот еще одно новшество в качестве одного из новшеств тоже предлагает взимать со старых авто меньше транспортный налог, с новых, то есть либо больше, плюс налог на роскошь, либо так же. В смысле не либо так же, то есть как сейчас есть, например, для старых автомобилей снизить. Вот в этом результате что получим? Здесь, наоборот, противоречие. Вообще, одной из функций транспортного налога, это регулирующие, стимулирующие, чтобы граждане, наоборот, старались пересаживаться на новое авто, чтобы было меньше выброса вредных веществ в атмосферу. А здесь, получается, мы стимулируем, чтобы, наоборот, пересаживались на старые и платили транспортный налог меньше. В других странах, где в зависимости от возраста автомобиля, если чем старше, тем больше налог платят. Но здесь другая логика, видать, у разработчиков. Потому что выбросов больше, экология... Да почему у нас это рассматривают? Ну, одно из версий. Это было рассматривалось, но оно сейчас не рассматривается, как я знаю, в рабочей группе МНЕ это не рассматривается. Но здесь надо учесть, что на крупных дорогих машин все равно надо устанавливать налог на роскошь. Это обязательно должно быть. И вот, как сказал коллега здесь, именно стимулировать малолитражные машины и на новые, приобретение новых машин. А по поводу оставить или перейти на акцизы, лично мое мнение, надо оставить, как оно есть. Вот это 15 миллиардов, это 15% от суммы. Просто здесь надо уже налоговые органы совместно с местными исполнительными органами. Или же работников налоговых органов, инспекторов местных исполнительных органов передать введение налоговых инспекторов, чтобы полностью они там работали. А то здесь получается, что один ответ вы услышали? Это что мне передал уполномоченный орган, список задолжников. И вот у нас, как всегда получается, я отвечаю за это, я отвечаю. Тут местные исполнительные органы говорят, я передал. Дальше раз. Они говорят, мы не полностью взяли. И вот отфутболивание идет. И оно так и не будет. И действительно надо сейчас... Вот то, что говорил, администрирование. Администрирование. И надо промониторить действительно. Где есть машины, где есть... То, что по телефону обращается гражданин, он же говорит, что у меня налог большой. Действительно надо разобраться, за что ему. Вдруг двойное начисление пошло. Тоже возможно. С налогом на рожка согласен с коллегой. И при этом хотелось бы здесь отметить, что нам в налоговой системе, законодательстве, нужно больше гибкости, чем на сегодняшний день есть. Потому что мы на сегодняшний день рассматриваем объем двигателя. Но есть современные автомобили, которые объем меньше. Но они за счет турбированности, они стоят 100, более 100 миллионов тенге. Ну это вроде бы и 2 литра объема, но она стоит 100 миллионов. Это действительно роскошь. И в других странах, согласно зарубежному опыту, учитывать не только объем двигателя, но и мощность двигателя, лошадиные силы, возраст автомобиля учитывается. Некоторые эксперты, кстати, предлагают, что не по кубам считать наш двигатель, а именно по мощности. Потому что сейчас очень маленько, ну кубы, то есть турбированные двигатели, мощность намного выше. Но разработчикам нужна гибкость в этом вопросе, чтобы не только объем. На самом деле, разрешите одну короткую реплику. Если пробовать резюмировать ту проблему, которую мы сегодня обсуждаем, то действительно, на самом деле, ключевой вопрос, он ведь сводится в администрировании этого налога, на самом-то деле. И если мы рассуждаем такими категориями, как справедливость, или думаем о том, каким образом еще можно было бы скорректировать действующий налог на транспорт, то действительно, вопрос с тем, чтобы в расчетах исходить из мощности двигателя, не из объема, а именно из мощности. Это, на самом деле, с точки зрения справедливости, я думаю, было бы весьма уместно, во-первых. А во-вторых, этот опыт, он ведь на самом деле применяется в той же России, например. И тот же налог на роскошь также уже много лет работает в России. В этом смысле, можно было бы, наверное, изучить внимательно опыт ближайшего соседа и попробовать наложить на наши, скажем так, реалии. Потому что, по сути дела, решение, на самом деле, во многом рабочее. В других странах еще дальше пошли, они считают количество выбросов от СО2 в атмосферу и также тип топлива, который... Давайте, Айдарбек, вы как считаете? То есть, вот налог на мощность? То есть, не по кубам считать, а по мощности, по лошадиным силам? Ну, проблема в чем? Ага, в мощности. Мы так дойдем до электромобилей. В таком случае, потому что электромобили тоже обладают мощностью, да, и многие наши соотечественники скажут, почему эта мощность одного двигателя, да, она облагается, а мощность электромобиля не облагается. В принципе, здравая идея... А почему она не облагается? Должно облагаться транспортным налогом. Нет, электромобили сейчас не облагаются. Транспортным налогом? Но они же так же ездят по дороге. Нет, у них объема же нету. Разрешите, Сергей? На самом деле, электромобили сейчас действительно не облагаются налогом на транспорт, но если мы исходим, ну, при исчислении налога на транспорт, если мы будем исходить, например, из мощности, то здесь ключевую роль играет ведь не объем двигателя, и даже не лошадиной силы, а киловатты. И с этой точки зрения электромобили вполне могут стать частью налогооблагаемой базы. И на самом деле налогообложение электромобилей транспортным налогом, на самом деле это же вопрос неизбежный, это вопрос времени. А сейчас дело в том, что, ну, скажем так, стоит задача сделать этот вид транспорта более популярным, и если там сейчас доля электромобилей у нас в стране примерно 0,15%, ну, то есть 0,15% от всего парка легковых автомобилей, то есть пренебрежительно мала, то когда доля электромобилей вырастет в странном автопарке, неизбежно... Смотрите, давайте мы вернемся в самое начало нашего выпуска, когда мы объявляли голосование, вот сейчас того подведем, итоги голосования. То есть оптимальный налог на транспорт в Казахстане, какой вот считают наши телезрители, то есть действующий 17%, включенный в цену ГСМ 26%, снижен для старых авто 37% и по мощности двигателя 20%. Ну вот наши респонденты почему-то склоняются к тому, что должен все-таки быть снижен... Действующий, да? Снижен действующий налог для старых авто 37%. То есть вот о том, что дискуссии были, уже велись. Средний возраст авто на сегодняшний день по Казахстану, если не ошибаюсь, около 20 лет. То есть еще больше будет дальше тогда устаревать наш автопарк. Хорошо, давайте мы резюмируем. То есть вы как считаете, каждый по реплике, потому что времени стало совсем-совсем мало, то есть как вы считаете, какой должен быть у нас налог на транспорт? То есть действующий или какой-то ваш? На сегодняшний день он должен быть действующий. То есть так и оставаться? Он должен быть действующим с учетом установления еще большей гибкости, с учетом того, что мы здесь обсуждали, что должна учитываться мощность, выбросы и другие моменты, которые влияют действительно на состояние автопарка. То есть привлекать мировой опыт? Да. Понятно. Действующий? Вы тоже согласны, что действующий должен быть? То есть ничего не меняться? То есть никаких социальных реверансов со стороны государства не должно быть? Возможно, только если как отношение на силу, может быть, как в России предусмотреть. Я соглашусь с собеседником в том, что в перспективе, наверное, было бы уместно перейти к модели, которая исходила бы из мощности двигателя. А на сегодняшний день… Это более справедливо. На сегодняшний день просто основная проблема именно в администрировании. Не в ставке, а в администрировании. Поэтому решаем вопросы с администрированием и затем принимаем решение. Айдар, буквально пару слов. Я как алматинец даже провел… Очень коротко. Опрос. И в общем, у алматинцев из 100 опрошенных 70 считают, что нужно перейти на новую модель. И 30% всего лишь считают, что нужно оставить. Я считаю, что как алматинцу нам нужна именно новая модель налогового администрирования, так как все платежники будут стараться, как можно есть же, использовать. Все. Большое-большое вам спасибо.